Всем привет, друзья! Сегодня я планировал сделать себе небольшой выходной, но Donation Alert решил немного поменять мои планы. Я уже давно сталкивался с проблемами этой системы и абсолютно некомпетентной и наплевательской работой их службы поддержки, но последняя ситуация стала, как говорится, последней каплей. Сейчас единственный способ финансового существования молодых каналов на ютубе это система сбора пожертвований, донатов. Сам ютуб практически не платит денег за рекламу, во всяком случае каналу с 10 тысячами подписчиков его выплат едва-едва хватает на покрытие счетов за электричество. Так что остаются только донаты. И тут нужно выбрать нормальную площадку для их сбора. Я в свое время выбрал Donat Alert и работал с ней до последней субботы. На данный момент я не вижу смысла и возможностей продолжать с ними сотрудничество, но давайте по порядку. Проблемы начались тогда, когда площадку выкупил Mail.ru. Сразу начались задержки и ошибки при переводе денежки на выплату. Затем они перешли с мгновенной выплаты на выплату раз в сутки, ровно в 3 часа ночи. И кстати у них до сих пор написано, что выплата осуществляется ровно в 3 часа ночи. Сначала так и было, они выплачивали ровно в 3.00. Затем они начали выплачивать в 4, потом в 5, потом в 10. А вот после стрима 19 числа выплата была сделана 20 числа в 15.47. И с этим в принципе можно смириться, хотя по большому счету какого хрена? Это не их деньги, они собираются под определенные нужды и должны быть на моем счету в 3 часа ночи, как у них написано. Если уж Алерт настолько криворук, что в отличие от Donation Pay не может это сделать мгновенно. Вместо этого деньги крутятся их системой в течение почти суток, а потом еще и не приходят на мой счет в полном объеме. В этот раз Donation Alert якобы вывел сумму двумя платежами, вот только дошел до меня один, а 8000 рублей где-то потерялись. Я создал запрос на самом сайте и отправил копию их саппорту на почту. В результате, как вы думаете, что? Запрос закрыли без ответа, так как оказывается год назад я не закрыл другой запрос, который касался немножечко другой тематики и был до сих пор открыт, так как проблема не была решена. За год, кстати. То есть их поддержка даже не читает даты запросов, а просто на автомате их эти запросы закрывает. На сообщение, отправленное по почте, мне вообще никто не ответил. При этом я ночью с воскресенья на понедельник в 0 часов 11 минут отправил запрос в поддержку DonatePay с целью провентилировать условия, которые они готовы мне предоставить, если я перейду на их площадку. Знаете, через сколько мне ответили? Через 9 минут. И это ночью с воскресенья на понедельник. А затем в течение получаса со мной общались и разжевывали абсолютно все мои вопросы и возможные проблемы, которые могут возникнуть при работе с ними. Все просто и понятно. В общем, ребята, если кто-то выбирает, на какой площадке собирать пожертвования для канала, или если кто-то еще пользуется Алертом, забудьте о нем, как о страшном сне. Выбирайте тех людей, которым не наплевать на ваше существование и которые понимают, что сотрудничество между стримером и донат-платформой – это взаимовыгодные отношения, а не одолжение со стороны донат-площадки. Я понимаю, что проблемы технического характера могут быть на любой площадке, но при этом я не понимаю, почему саппорт Алерта даже не пытается помочь человеку, на котором их система за последние два года немало, в принципе, заработала. Так что делайте выводы сами, с кем работать, а с кем не работать. Не нужно полагаться в вопросах денег на людей, которые не знают и не понимают, что такое деловые обязательства, настолько, что даже не могут ответить на письмо о технических проблемах их клиента. И, кстати, обратите внимание на группу Алерта. У них даже нет кнопки или каких-либо контактов для связи с администрацией, а комментарии ко всем постам выключены. Как вы думаете, почему? Видимо, проблем у их клиентов настолько много, что их модераторы просто не справятся с ответами в личку и чисткой матерных сообщений под сообщениями группы. А теперь посмотрите на группу DonatePay. Тут и возможность связаться с администрацией, и открытые комментарии, и темы в обсуждениях, которые посвящены отзывам. Я не думаю, что проблем при работе с их системой намного меньше, чем с Donation Alert. Ну, во всяком случае, они честно пытаются над ними работать, и это прекрасно видно по открытости сообщества. Думаю, выводы сделать просто, и вы с этим прекрасно справитесь сами. Ну и, кстати, друзья мои, коли уж поднята такая тема, напишите в комментариях о том, сталкивались ли вы с проблемами при работе с Алертом. А также соблюдает ли Алерт в вашем случае график выплаты ваших донатов, а именно выплачивает ли он ваши донаты ровно в 3.00, как написано на их сайте, или крутит ваши денежки и зарабатывает на этом проценты для себя. Ну а с вами был Гринни, всем пока. И да, не связывайтесь с Алертом, по крайней мере, пока они не разгонят свою службу поддержки и не наберут на их место людей, которые хоть маломальски хотят работать. Субтитры создавал DimaTorzok